Петя в свои 9 лет имеет плоскостопие и, как следствие, развивающийся сколиоз. Его знакомство с центром доктора Бубновского, как и для всех остальных ребят группы, началось с тщательного осмотра врачом-кинезитерапевтом. Сначала происходит осмотр, беседа в кабинете врача, оценка результатов рентгенологических данных. На основании осмотра, в котором происходит оценка мышечной, костной системы, происходит уже набор упражнений для диагностического тестирования. Уже сами диагностические тестирования на многофункциональных тренажерах показывают, какие пробелы есть в мышечной системе и над чем надо работать. Исходя из этого, составляется индивидуальная программа выздоровления. По мнению докторов, сегодня огромное количество детей нуждаются в лечении позвоночника. Причиной тому – малоподвижный образ жизни. На прием к хирургу-ортопеду Сергею Николаеву ежедневно приходят десятки ребятишек. От опытного глаза доктора не скроются никакие проблемы позвоночника. В управлении осанки заключается, как правило, определенная физическая нагрузка и комплексы упражнений. Как у нас в детской поликлинике, не секрет, что уже давно такая проблема. Нет специалиста-инструктора ЛФК, и поэтому детишкам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, это, можно сказать, некуда пойти лечиться. А детишек таких достаточно много. Через три месяца, через полгода они будут подходить, все будем смотреть, по показаниям делать рентгенские снимки, кто у нас там с серьезными заболеваниями. Ну, все будем, конечно, будем отслеживать, будем общаться и с центром, какие-то коррективы носить обязательно. Под контролем детской ортопедической службы Ленинского района мы создали группу для занятий с школьниками, у которых уже выражены нарушения осанки, и рассчитываем получить положительный результат. Методика не нова. Сотрудничество с центром доктора Бубновского позволит ребятам с заболеваниями позвоночника пройти курс альтернативного лечения, в котором используются специальные тренажеры, восстанавливающие мышечную силу, вследствие чего укрепляется позвоночник. В работу включаются те мышцы, которые являются опорными для формирования скелета. Занятия проводятся три раза в неделю. Субъективные результаты можно наблюдать достаточно рано. То есть уже на первых занятиях они ощущают подъем настроения, улучшение функционирования работы головного мозга, что проявляется в достижении более высших результатов в школе. Настя Бунаева занимается около месяца, и она и ее мама отмечают изменения в самочувствии. Первые дни было тяжело, потом потихоньку привыкаешь и становится легче. Хочу, чтобы у меня выпрямилась спина. Хочу доказать, что это возможно, благодаря доктору Бубновского, что все получится. Она стала более активной, меньше головные боли стали, аппетит у нее улучшился, такая подвижная, энергичная. Объективных результатов стоит ожидать через 3-6 месяцев. Эти ребята будут заниматься до конца учебного года и, что немаловажно, абсолютно бесплатно. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.